Здравствуйте, друзья! У вас на экранах светлый образ Тани, генерал из города Хьюстона, который знаменит теперь, кроме всего прочего, чем он был раньше знаменит, теперь знаменит всякими наводнениями. И вот прямо, можно сказать, из эпицентра наводнений нам Татьяна расскажет, чего происходит. Я только, Танюш, знаешь, мое беспокойство, вот я тебе скажу, мы, когда смотрим новостные каналы, я и раньше это наблюдал, вот, допустим, если они камерой так вот покрутят, то вы видите, что он стоит на сухом, вот, и показывает большую лужу, в которой какое-то количество людей. И я такие кадры тоже видел, и из Хьюстона тоже, где он так стоит, и вроде там что-то так люди идут по колено, или там по пояс что-то тащат, а он рядышком, там, в 10 метрах стоит на сухом. Но я видел вещи, которые сняты просто людьми, которые на лодочках, волонтеры, которые идут в какие-то пригороды, и в этих пригородах море разливанное, и это все ночью, и там не огонечко, и вот кроме этих волонтеров никого нету. А ты в пригороде живешь, да? Понял. И вот, значит, я что хочу сказать. Меня больше всего беспокоит вот то, что... А где они все вот эти, которые кроме волонтеров-то должны быть? Вот где воинские подразделения, где там, допустим, я не знаю, кто там бывает, национальная гвардия, эти-то все где? Мне удивительно, что я телевизор на самом деле не смотрю, он делает меня еще более нервной, потому что, ты, наверное, знаешь эту особенность, масс-мидия стараются показывать всякую чернуху, это гораздо более привлекательно. Я об этом и говорю. Чем снимать то, как соседи друг другу помогают, как люди поддерживают друг друга, как в магазинах по-прежнему все есть. Да, очереди, конечно, потому что все кинулись покупать одновременно, но тем не менее в магазин проехать можно, люди в магазине верят, невероятно дружелюбные, все все поддерживают. Если показывать в новостях это, вряд ли рейтинги каналов поднимутся. А вот эти, которые по полторы сутки там сидят, пока их снимут с крыши, эти тоже есть где-то? Да, такие тоже есть, потому что, Юстон представляет из себя, а, плоский как стол, и, б, они, когда создавались инфраструктуру города, они весь город разрезали на кусочки, вот этим, что здесь называется, бэйю, ну, каналы, плюс наши речки и ручьи. И, соответственно, сейчас каждый квартал или небольшой район мы вот этими речками и ручьями, разлившимися в озера и реки, мы оказались друг от друга отрезаны. И, соответственно, в зависимости от того, у кого пониже, повыше дом и какие-то условия, у некоторых, как у меня, у меня даже есть электричество, интернет, чай, кошка, я вообще в кайфе. Но у некоторых, вот в моем комплексе два здания от меня, они находятся ниже, у них первый этаж затоплен, они перебрались к соседям на второй. И люди, которые сидят на крыше, это тоже совершенная реальность. Вот у меня буквально в соседнем районе, я на фейсбуке вижу, они пишут сообщения, присылают фотографии. Ну, что я пыталась сказать, мне странно, что в телевизоре не показывают, потому что они сюда перевезли Костгард с побережья, полностью взвернули здесь стоянки, они все везде стоят. У меня приятели с полицией, полиция на ушах уже вот с пятницы вечера, фаер-департмент, ну, пожарные, все тоже здесь. И они, как это называется слово-то, когда всех призвали, слово. Мобилизация. Они мобилизовали, и это идет призыв, как бы, да, на волонтерских основах, они мобилизуют всех, у кого есть большие траки. У нас в Техасе у половины тут большие траки, у кого есть лодки, кто имеет хоть какие-то навыки помощи и вообще просто имеет возможность куда-то ехать и как-то помочь. То есть волонтерство, это не то, что вот у меня есть лодка, и я пошел, а они как-то меня вот вызывают или что? Ты можешь присоединиться к такой группе, они тоже на фейсбуке объединены, либо, что здесь очень распространено, отчего я тоже в невероятном восхищении, это такие, знаешь, как народные дружины. Вот они на своем квартале или районе нейбо-худе объединяются. Чувак, давай, у тебя лодка, у меня селедка. Все-таки это тоже дело, связанное с риском для жизни, поэтому они не по одному, а там пачками. А мародерства нету? Не пишут ничего? Вот опять, насколько в это можно верить? Что я вижу вокруг? Но я, правда, сильно далеко не хожу, потому что начались проблемы, дороги проваливаются. Кроме того, что ты можешь попасть в воду, но можешь еще попасть из-за того, что подмывает, поэтому я далеко не хожу. Я не могу сказать за себя, что я не встретила ни одного мародера. Я сегодня видела на фейсбуке, кто-то опубликовал, так как многие люди же пытались уехать, эвакуироваться, домов много стоит. И кто-то писал, будьте осторожны, вот в таком-то районе, вот такой-то мини-вен, черные и мексиканцы. Не могу сказать. Вообще тишина в этом смысле. Все только вот друг с другом там, русские буряты, братья навек, можно сказать. Можно что-то вырезать. С кем братья? Я сказала про русских и бурятов. Меня за это всегда очень сильно ругают. Ну, а меня ругают, что евреи. Я переживаю. Да, то есть ты как бы уже не отмоешься. Там, значит, уже виноватый. Да, ну хорошо. Так у меня возник вопрос первый. Это про людей, которые поднялись этажами выше, а электричество в доме при этом есть? Вот если первый этаж залило. Вот если мы говорим про здание в моем апартмент-комплексе, то здание полностью отключено от электричества. Они поднялись на второй этаж исключительно, ну, понимаешь, чтобы не сидеть с мокрыми ногами в воде. То есть к соседям, что ли, пошли или что? Да, на этаж выше. Но когда мы вчера вечером пересеклись, это удивительное чувство, вот это комьюнити. Я уверена, что после этого потопа мы теперь вообще тут все станем друзьями. Я вечером только выхожу, меня видят, я иду одна. Сразу такие, эй, все нормально, ты не плачешь, ты не испуган, ну, ты знаешь, что делать? И когда они умолнились, что вот они из того здания, я говорю, чуваки, у меня есть и свет, и вода, и даже диван. Слушай, погибших нет? Есть жертвы у этого всего? Я не смотрю телевизор. Ну, да, я могу сказать. Ну, наверняка есть, потому что, ты знаешь, мы с нашей постсоветской, нашей русской закалкой, мы настолько прокаченные, продвинутые, осторожные, мы знаем, да, там, не лезть туда, где сомнительно или что-то. А эти наши местные, они как дети. С одной стороны, они здесь живут и выросли, например, да, и знают, что уфиганы, наводнения, что случается, и смерть, и все. Но с другой стороны, я вижу столько машин, которые оказались затоплены, просто потому, что кто-то решил, а, херня, проеду. Я там встреваю, ты сам понимаешь, иногда, если это бурный поток, из машины ты выбраться не можешь. Слушай, а я смотрю, знаешь, чего? Я смотрю кадры с какого-то моста, какой-то фривей, фривей залитый, или там улица, по ней идут машины, у него вода подворники, понимаешь, подворники, и он едет. Вот, я об этом и говорю. Подожди, говорю, а как же тебе не заглох движок-то? У меня это не укладывается, ну, никак. Как он может ехать, когда вода подворники, понимаешь? И едут, вот так рассекаются, значит, он эту вот... Вот, я об этом и говорю. Мне бы в голову... Ну, я, видишь, я вообще девочка, я сама за себя, мне даже позвонить некому. Ой, Таня, не ври. Ну, звони мне, если что-то. Казалось, столько людей вокруг меня, столько помощи, заботы, опеки, и опять я... Ну, вот, я очень аккуратно, я единственное, что сделала, я нашла самую высокую точку у нас в комплексе, переставила туда машину, купила еды, кошки себе, все. Вот теперь второй вопрос был про магазины. Значит, ты сказала, что в магазинах все есть, но до магазина же добраться надо. То есть, можно посуху или как-то вот... Вот это тоже очень интересный момент, как я уже говорила, особенность географии Хьюстона, то, что мы вот разрезаны этими речками, ручейками, речушками, но благополучно так сложилось, вот с кем я здесь вокруг себя общаюсь, на каждом таком куске, ну, это же Америка, у них здесь все про удобство и про, понимаешь, про бизнес. На каждом таком куске есть обязательно хотя бы один, а то и два или три работающих магазина. И сегодня, уже сегодня чуть-чуть получше, дождь по-прежнему идет, но вода стала... Удивительно, вода стала уходить, поэтому я слышу, переписывается народ, открываются еще магазины. Ну, вот эти большие, знаешь, супермаркеты. Так что, ну, никто не умирает ни из голоду, ни без воды. Понимаешь, такие страшные кадры иной раз. Фотографии, правда, я видел, как сидят бабушки в нерсинг-хоуме и селфоном снятые прямо, и их там залило, и они сидят по поясу в воде, еще газетку читают, понимаешь, в своих креслах вот этих инвалидных. И... Это очень интересная история. Я знаю о какой-то фотографии, говоришь, в пятницу накануне, уже когда все было известно, был известен уровень урагана и был известный уровень повреждений, который мы получим, я не знала, ну, я не знаю, ну, что можно сделать, ничего же, правда, и как бы... Все, что я буду сделать, пойти быстренько, у меня освободилась моя мастер по маникюру, педикюру, я пошла сделать рукти и ногти, и там я встретила двух таких женщин, они сидели рядом, они не вместе были, ну, просто, и они что-то там милое, что у тебя глаза заплаканные? У меня с утра было, знаешь, я наслушалась новостей, думаю, блин, я одна, что я буду делать? Я говорю, знаете, вот так страшно, траля-ля. Они живут здесь, одной 70 лет, другой там 80, они здесь живут всю жизнь. Они говорят, я пережила 20 ураганов и вот наводнений, а я 15, я здесь была во время урагана Рита, Айк и все остальное. Это я к тому, почему они читают газеты и спокойно ждут, когда их придут и спасут. Они прекрасно знают, что это самое безопасное в такие моменты, чем пытаться куда-то ломиться, куда-то выбраться, особенно уже, когда они пожилые люди, они не успешно на руках или что-то. И меня, конечно, их подход очень удивил и восхитил, и они обе сидели, смеялись, говорят, смотри-ка, ты вон боишься, а сама-то тоже не нашла никакой лучшей формы подготовки к урагану, чем прийти с гипникюр. А вода теплая, вот я извиняюсь, если ты в ней оказался? Да. Ну, опять же, я не знаю, какая у них там была вода, но я вчера у себя тут пока машину перегоняла, ходила, искала место. Да, вода теплая. И на улице жарко, порядка 30 градусов, это хотя бы большой плюс. Ты не околиваешь в этой воде. Я понял. Но вот видно, допустим, изменения какие-нибудь видны в том, что помощь, так сказать, идет. Вертолеты какие-то летают. Но что-то такое вот происходит, вот чего вчера не было, позавчера не было, а сейчас все-таки вот видно, что какая-то внешняя сила участвует. Вот Трамп говорит, мы там, федеральную помощь, там, по всем делам, там, это все понятно, это потом будет, это когда восстановление пойдет. сейчас обсуждают, сколько миллиардов это будет стоить страховым компаниям, а на самом деле, страховка от наводнения идет на самом деле на шею государства, потому что это государственная программа, частных нету, и там какие-то там миллиарды, которые казна потратит, вот на то, что на восстановление. Но вот сегодня, вот сегодня люди как-то, есть такое, что кто-то хочет уехать и не может, или кого-то надо снять с крыши и не сняли. Такое есть? Я понимаю, что из твоего окна не видно, но вот так. Ну, я слежу через Facebook, я как бы тут общаюсь. Во-первых, я хочу отметить, ты знаешь, я уже несколько раз про это сказала, но скажу еще раз. Так получилось, что к этому урагану я, блин, опять сингл, опять такая сама по себе, я одна, и у меня был мой самый главный страх, что, блин, «А-а-а-а-а-а!» Я помру. Я чувствую все время, что люди вокруг, и не только соседи, наш район постоянно патрулирует полицейская машина. Раз в несколько часов проезжают пожарные на вот этих больших машинах, убедиться, что никто нигде не застрял и не погибает, пытаясь выбраться из отступленной машины. Вертолеты, они круглые сутки здесь. Что мне очень греет душу, это то, что на всех дорогах они постоянно их патрулируют и убеждаются, что если там только малейшее опасность, допустим, вода уже пошла по дороге, но это еще на поезд страх и риск, тогда они там ставят полицейские машины со всех сторон с мигалками, типа, «Чуваки, будьте внимательны!» И как только вода поднимается выше определенного уровня, ну, опять, это на моем, вот здесь вот, в моей деревне, вода поднимается выше определенного уровня, они просто перекрывают, ставят знаки, то есть, чтобы не было вот этого, знаешь, «Ой, я не знал и вляпался!» Плюс, что мне очень импонирует, ты знаешь, это вот эти моменты, они пооткрывали разные, даже в разных местах, где, например, бизнесы были, тот же ногтевой салон или что-то, они там пооткрывали пункты, ну, вот тупо, если в этом бизнесе сегодня есть электричество, они поставили вот эти вот самые дешевые кофемашины, титаны, там, чай, горячая вода, что еще я могла бы сказать, что я заметила, ну, в магазинах, это удивительно так видеть, на входе и на выходе стоят шерифы, такие вежливые, такие все, ну, они вот следят, чтобы без вот, ну, там, не неслись, оголтело или что-то, и это тоже добавляет спокойствия и уверенности, что мы здесь все как-то нормально, мы не брошены на произвол судьбы. Ну, в общем-то, это очень интересно, да. Плюс я вижу сейчас, я-то сама пока еще не думаю, владелец к счастью или к несчастью, но я вижу сейчас, мои приятельницы обсуждают очень активно в группе, уже создаются комитеты по помощи, что-то там какая-то сейчас происходит, разногласия, и до 1 сентября они должны зафайлить свои проблемы с потопленными домами, чтобы получить за них страховку. Я в подробности не вникала, мне не актуально, но там какая-то сложность, и уже создается, что называется, там, инициативная группа и адвокаты на волонтерских началах, ну, наверное, чтобы заманить их туда, выпустить. Адвокаты на волонтерских началах помогают людям составить уже эти петиции. Еще вода даже не сошла, но они их уже призывают начать заниматься документами. Понимаешь, там проблема в чем? Первая проблема в том, что очень многие дома вообще не застрахованы. Вторая проблема состоит в том, что те, которые застрахованы, вот эта государственная программа, называется National Flood Insurance Program, NFIP, там очень высокий дидактумум, там типа 20%, такого плана, может быть и 35% тоже. Поэтому, если у тебя убытка, я не знаю, на 20 тысяч, то ты сам будешь платить. А если уже по-серьезному, ну, уже совсем-совсем по-серьезному, то ты сначала заплачешь свои 20, 30, 40, 50, смотря какой у тебя дом, и сколько он там стоит, и что с ним случилось. Но, в общем-то, это по-любому большой расход из кармана тоже. И, к сожалению, это все не... Это не то, что у тебя дом сгорел, например, тебе там все до копеечки, а дали еще новые построили вместо старого, знаешь. Ты фактически наварил, как бы, на страховке. Здесь такого нет. Да. Ну, что же, хорошо. То есть, я могу сказать, из-за того, что я слышу от тебя, что вот какое-то такое единение происходит, и это как бы очень важный такой моральный, нравственный аспект этого всего. Я-то помню, знаешь что, я помню 11 сентября 2001 года, когда вот это все произошло там в Нью-Йорке, и это был такой момент, я не мог купить, я не мог купить значок с флагом американским, я не мог купить флага. Ничего с флагом не было. То есть, я хотел там воткнуть, к дому приделать, или там на себя что-то. не было вообще, исчезло это 2 недели, нельзя было купить ничего с флагом. И я на принтере цветном распечатал, вот там, повесил на окно. Понимаешь? И потом, когда был момент, когда люди выходили из домов, и на улице стояли со свечками, и там, все мимо ехали и бибикали. Это был момент, когда я перестал стесняться, что я как бы, ну, такой иммигрант, в общем-то, а не такой местнорожденный американец, и как-то я считал неудобным для себя повесить флаг американский на дом. То есть, я думал, что это может быть немножко чересчур. Вот, а после этого я перестал стесняться, и вот был тогда этот сюжет, там, I am an American, вот, если ты пойдешь на YouTube, поищешь, вот, I am an American, и вот они там показывают разных-разных людей, армянин, там, я не знаю, мексиканец, африканцы, там, разных мастей, и так далее, и все говорят, I am an American, и это вот было такое единение, когда вот это вот произошло, я вот вижу просто что-то очень похожее, там, у вас, причем на уровне именно соседей, понимаешь, это не то, что мы тут живем, а в Нью-Йорке случилось, а это вот, мы вот тут все, понимаешь, это, это, конечно, очень трогательно, на самом деле. Ну, вообще, Техас в этом смысле очень уникальный штат, они же вообще очень патриотичные, каждый за свой город, и хьюстонцы, хьюстончане, жители Хьюстона, например, да, там себя отделяют от Остина, от Далласа, и вот это сейчас то, что происходит, оно, конечно, знаешь, дополнительную, типа, мы сильные, мы сможем, ребята, давайте, мы восстановим наш город, все будет, все будет хорошо. Я просто видел статью, по-моему, это в Бломберге было, значит, они пишут, что когда мы оцениваем экономический ущерб от того, что произошло, пишут они, надо принимать во внимание тот факт, что многие люди уже не вернутся, то есть, они вот сейчас уехат, и уедут, или что-то там такое, они просто не вернутся, и просто не будет достаточно рабочей силы, там, и так далее, и так далее, вот я, опять, я читаю, я не знаю, а много народу эвакуировали, вот, я читал, что в Далласе какой-то громадный лагерь беженцев построили, поставили буквально там за, ну, очень быстро, для того, чтобы принять людей, которых надо вывезти. Ну, историю, которую я слышала от многих местных, кто пережил здесь в 2005-м или 2010-м году тот самый ураган Рита, и потом я прочитала тоже официальное заявление хьюстонского мэра, они в этом году не делали никакую эвакуацию, хотя ураган же шел, за три дня уже было понятно, что будет что-то дикое, потому что тогда застряли слишком много людей, слишком большая территория, люди застряли, и они встретили самые тяжелые последствия самого урагана на дороге, что гораздо хуже, чем даже оказаться дома. Поэтому в этом году вот эвакуации такой, что все собрались быстро и уехали, ее не делали. Скорее, мы в этот раз называем эвакуацией, знаешь, это когда первый удар пошел, когда сам ураган был по побережью, людей оттуда вывозили, буквально, потому что они там досидели до последнего, еще же окончание лета, там вроде пляжи, все из этих домиков вдоль побережья, их оттуда вывозили, а потом уже, когда стало ясно, что дело пахнет керосином, эвакуировали, но эвакуировали, знаешь как, школьные автобусы, вот это вот, как общественный транспорт, их загружали и вывозили дальше сюда. Продалось, к сожалению, ничего не знаю, я не смотрю телевизор, потому что меня это еще сильнее расстраивает. А я читал интервью этого мэра вашего, когда ему говорят, а что же не эвакуировали, он говорит, ну 5 миллионов человек, 5,5 миллионов человек, нельзя же за полсутки эвакуировать, ну было бы еще хуже, говорит он. Да, 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 это был главный довод, и плюс не забывайте, что территория Хьюстон-эрия, то есть не сам город Хьюстон, а они здесь это называют метроэрия, как многие города, большую Хьюстону. Она по размеру как штат Делавер, например, то есть попробуй даже с одного конца Хьюстона начать их эвакуировать хотя бы на другой, это уже кусок работы, а если мы хотим Далла, то... Это одна каунти все, вот эта Хьюстон-эрия? Нет, это очень много разных. А, то есть многочисленные каунти. Угу. Ну хорошо, ладно, Танюша, глядя на тебя, я вижу, что можно так немножко успокоиться, что не так все страшно. А народ вообще не ругается, что вот... Вот сейчас в прессе начали тоже... Я тоже когда видел, что вот они там, эти волонтеры в темноте плавают, я думаю, где же остальные? Я вижу в прессе сейчас тоже пошло на этот счет, что где же все остальные? Вот люди, которые там на местности, у них нет такого вопроса, где же все? Вот где же там федеральная помощь какая-то в виде там, ну не знаю, живой силы там чего-то. Такого нет? Нет, слушай, я не понимаю, о чем вообще речь. Люди, которые там живут, не жалуются? В центре города действительно адский трындец. Там затопило все вообще конкретно раньше, чем нас. Все-таки у нас здесь больше пространства, другие немножко условия. Стоп, 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 ты говоришь про даунтаун Хьюстона? Да, да. Или даунтаун вашего Соберба? Хьюстона, Хьюстона. Вот там, где вот эти стоят здоровенные, эти небоскопы. Да, да. Это вот там затопило? Ну не там, у нас же кроме даунтауна есть еще мидтаун, аппертаун. Это то, где живут люди. То есть в самом-то, конечно, даунтауне никто не живет, но там из-за того, что это все сжато, и там эти бесчисленные развязки, там вообще. Но их, именно их, в первый же день, это еще была суббота, когда я еще смотрела телевизор, после я бросила смотреть. Именно их спасали все эти федеральные службы огромными пачками, тоннами, килограммами, вагонами. Я, честно говоря, Миша, я первый раз это вижу и слышу, что жалуются на отсутствие федеральной помощи, что я вижу, но опять же, я недалеко уезжаю, я не в ГХО, у нас проезжают все время, пожарные два раза в сутки проезжают, с этих двух, на их больших машинах, просто на случай, что кого-то вытащить, кто-то куда, ну или просто, чтобы мы себя чувствовали, защищать, не знаю. Не это странно, но слышать, я такого не видела здесь. Хорошо, ну просто, я просто видел своими глазами, то, что ребята на телефон снимают, когда они там ездят, понимаешь, там не проедешь, в отличие от того, где вот вы живете, где можно проехать, пожарка может проехать, там было не проехать, там знаешь, такое ощущение, ты смотришь улица, в том смысле, что дома, но все залито, и вот они на этой лодке едут, знаешь, вот как по улице, но плывет, знаешь, так вот очень, и ты, когда он плывет, ты видишь под водой, под водой, сабмерч, понимаешь, ты видишь крышу автомобиля, который там стоит? Да, 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 примерно так, в некоторых местах, в некоторых районах, это именно так, машин очень много под водой, и домов под водой, и всего, кому как повезло, вот по местоположению, он хоть и плоский, но все равно некоторые части выше, некоторые части немножко ниже. Ну это заметно, кстати, то есть видно, что перепады есть. Ну что же, хорошо, Танечка, спасибо большое, а так ты работаешь из дома, может, или как-то? Нашему офису, нашим обоим офисам, повезло меньше, они находятся в таком районе, который полностью заливает водой, в прошлом году это было, в прошлом году мы спаслись за два дня, все высохло, и нас открыли, в этом году не знаю, как будет, нам пока отменили, у нас вчера и сегодня все просто, серверы, все отключено, ни VPN, ничего сделать. ты можешь учить что-нибудь такое, там продвинутые какие-то вещи. Это я и делаю. Ну хорошо, Танюша, значит, я тебя все в гости-то жду-жду. Ай, Миша, я пришел, тебе не мать. Соскучился. А то, говорит, приехала в субботу, а школа закрыта, а ты бы к нам поехала в Санта-Крус, мы там не были. Нет, школа была открыта, я сделала себяшки, я поцеловала двери. Ну ладно, вместо того, чтобы меня поцеловать, друзья, что она поцеловала? Дверь. Хорошо, Танечка, я рад, что ты в порядке, и что в целом, спасибо за рассказ, и, значит, в общем, до скорых встреч. Да. Ладненько, счастливого суббота. Давай. Пока-пока.